Про Голливуда, раз мы говорили, история с Вайнштейном. Это политика или это просто действительно сексуальный скандал? Не, мне кажется, политика. Мне кажется, это демонстрация американского, владеющего сейчас буржуазией, которая, извини, буду марксистскими терминами говорить, но это так. Вот этого буржуазии, владеющего сейчас всеми рычагами власти в Америке, это демонстрация своего могущества для того, чтобы всем зарубили на носу. Если такой человек, как Вайнштейн, с его, кстати, фамилией, происхождением, с его репутацией, с его, безусловно, огромными заслугами в кино, если мы его сломали, то имейте в виду, что мы сделаем с вами. Вот мне кажется, вот это вот, я читаю это так. Вот после этого... Показательный такой процесс. Мне кажется, это абсолютно... Вот они его взяли и показательно уничтожили для того, чтобы все поняли. То есть они им пожертвовали. При том, что он вроде бы... Было ощущение, что он часть тоже этого мира. А ты говоришь, почему молчат? Вот поэтому и молчат. Вот поэтому они и молчат. Вот они поэтому не позволяют себе сделать то, что Джейн Фонда сделала в середине, там, когда это... 70-х. 60-х, когда она поехала во Вьетнам. Вот сейчас никто не вякнет, никто не позволит себе рта открыть. Вот мне кажется, это... Ну, это... Это и говорит о том, что это, в общем... Это уже режим, это уже абсолютно авторитарно... При всех внешних вроде бы... Это путает людей. Как бы вроде... Ну, там же вроде это, Конгресс, это... Да все это не имеет значения. Вот Вайнштейн. Наказали. И... Вот имейте в виду. А технологии? Американцы будут продолжать снимать на пленку? Потому что у нас, я насколько понял, все. Теперь пленки не будет. Я читал новости. Нет? Ты имеешь... Вы имеете в виду, что там Масфильм мы закрыли лабораторию? Но мы закрыли, потому что нет заказов. А заказов нет, потому что это очень дорого. Почему? Нет, дело не в том. Дело все в том, что цифра победила. Да. Цифра победила. Она действительно... Я сам был пленочник и долго, как говорится, не хотел уходить из пленки. Но я перешел... Еще Анну Карину я снял уже на цифры. И сейчас вот хитровка знак четырех я полностью снял на цифру. И я сто процентов скажу. Это лучше, чем пленка на много. Во всех отношениях. Поэтому это... Ну, я знаю, есть любители, которые что-то говорят, что это какое-то... Нет. Ничего нет. Это качество, это экспозиция, это проще, это обработка, это... И это просто выиграло. Вот и все. Поэтому... Поэтому это объективная реальность. Это знаешь, как парусный флот. Он был красив, но, строго говоря, никто не плавает на парусных кораблях, кроме каких-то там любителей. Нет. Но, в принципе, у нас сохраняется Госфильмофонд. У них есть лаборатория. Мы, кстати, им сейчас помогаем, у них... Они не делали проявку. И, кстати, наши специалисты им помогают. Ну, у них есть машины, все есть. Они просто помогают освоить механизм проявки. Так что для тех, кто вдруг захочет, пожалуйста, это... Ну, в принципе, это абсолютно, на мой взгляд, уже проигравшая история. Но вы можете находясь в зале... В Штатах еще есть. Да, вот я про это говорю, что в Америке... Штатах есть. Штатах снимают на пленке, да, еще снимают. Ну, не знаю, придут они. И плюс Корсезе, по-моему, она есть. Там ветераны, которые не хотят. Хотя мне кажется, что это форма еще поддержки в компании Кодек. Потому что если они перестанут, Кодек все, Кодек вообще исчезнет. Кстати, еще одна из причин, почему мы вынуждены были сейчас закрыть, потому что Кодек прекратил поставлять пленку. Из-за санкций? Ну, из-за санкций. Они прекратили поставлять пленку и поставлять... Там же не только пленка. Это реактивы. Для проявки. Это проявка, это же все, это все Кодек, а в мире только они остались. И, в принципе, конечно, как-то там провозят какие-то там, знаешь, это короткие. Но для лаборатории Мацфильма это фабрика. Это настоящая фабрика. Это огромное трехэтажное здание, машины. Это химическая фабрика. Поэтому просто мы уже не могли это абсолютно убыточно содержать. Людей устроили, кто-то на пенсию, кто уже были пенсионерами, а кого-то в другие перевели подразделения. Но это такая объективная реальность. Но здесь все эти песнопения, что пленка это, слушайте, ну, я говорю, это парусный флот. Вот с технологиями я понимаю. А изменились ли за эти годы, за последние, допустим, технологии написания сценариев? Или это все делается так же, как и 50 лет назад? Ну, я не могу сказать, что я так знаю. Это же такое индивидуальное дело. Я как писал сценарии... А на чем вы пишете? Вы на компьютере пишете? Я вообще, если пишу, я пишу от руки. От руки? Да, я от руки. Вот мне Кончаловский говорил, что там какие-то другие... Ну, мы полушария задействованы, когда пишешь рукой или когда добиваешь на клавиатуре. Я до сих пор пишу от руки, причем стараюсь писать ручками с пером, а не этими. Ну, не-то с таким, конечно, не с пером. Нет, я понял. Но все-таки с пером я люблю чернила. А говорят, что и по-другому получается. Ну, я не знаю, во всяком случае, у меня, вот я не претендую на то, что это какая-то истина. Ну, Андрей Сергеевич уверял, что это... Ну, для меня это важно. Поэтому я про себя могу сказать. Я как писал и работал. Ну, конечно, молодежь, наверное, по-другому пишет. А с точки зрения... Ну, все равно, что такое сценарий. Это история. Ты хочешь, не хочешь, должен написать историю. И, в принципе, мне кажется, ну, законы не изменились. Они все равно... История есть сюжет, история, завязка, развитие, поступки героев, раскрытие характеров через поступки. Ну, мне кажется, все равно это примерно одно и то же. А там по форме, может быть, кто-то по-другому пишет.